У нас одна попа или дверь? Я за то, что у нас две попы. Попы у нас two. Старайтесь обучать запрещенных слов. Right попа и left попа. У нас есть одна левая и одна правая нога. Они разделены, но направлены друг к другу. Именно так. Попки по-прежнему разделены на две части, а в районе талии становятся одним целым. Это доказательство того, что у нас две задницы. Если не согласны, знать, что у вас одна нога. Почему? Но левая ягодица и правая объединяются, чтобы получилась попа. Нет. Между ними может быть трещина. Но это один бугорок. И правая рука. Левая нога. И правая нога. Значит, левая попа. И правая. Но слово, обозначающее и то, и другое сразу, это попа. Да, это слово относится к тем и другим. Одна и вторая. Это попа. Как вы думаете, есть правая и левая ягодица? Но это часть соединена вместе. Так что я думаю, все начинается как одно целое. Чмин, иди домой. Посмотри в зеркало. Возьми свою правую задницу и потяни ее. Посмотри, последует ли за ней левая. Я понимаю, что ты имеешь в виду, но... Довольно убедительно. Она не потянет, так как их две. Но что меня немного задевает. Почему ты мне говоришь идти домой? Я могу это сделать прямо здесь? Но тут нет зеркала. Теперь мне кажется, что их две. Как вообще называют попу? Ягодицы. Тунгы. Само это слово уже говорит о том, что попа – это большой круг. Круг. Попа-попа-попа. Попа круглая. Это один большой круг. Персики. Ай, точно. Персики тоже начинаются как одно целое. Мы не называем один персик двумя персиками. Я вот называю двумя. Вот почему я считаю, что задница – это единое целое. Следовательно, попа одна. Хорошо. Попа-попа спадал удар. Я думаю, у нас одна задница. Она одна. Хватайся за задницу. Держи попу обеими руками. Сколько их у тебя? Одна, конечно. Ты всегда была одна. У нас только одна задница. Как нам закончить дебаты? Продолжение следует...